Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жубкаев и коротко о главном. 27 миллионов виртуальных свечей зажгутся по всей стране. Акция «Свеча памяти» пройдет в этом году в режиме онлайн. Зажечь свечу памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф. В Карачаево-Черкесии началась работа информационных точек по поправкам в Конституцию. Волонтеры будут рассказывать жителям республики о предложенных поправках. Экологичные методы борьбы с плеч, что применяют опытные дачники, чтобы уперечь свой урожай от вредителей, вы узнаете в нашей программе. Приближается день памяти и скорби. Ежегодно в ночь на 22 июня от России пройдет акция «Свеча памяти», но в этом году в режиме онлайн. Зажечь свечу памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф. Специальная кнопка размещена в правом углу экрана. На портале доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции. По всей стране планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей. Именно столько граждан СССР погибли в Великой Отечественной войне. Также 22 июня в 12.15 в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, пройдет минута молчания. Жители республики вместе со всей страной склонят головы и вспомнят родных и близких, земляков и соотечественных, переживших Великую Отечественную войну, самую кровополитную войну XX века. А в городах и районах 22 июня пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам памяти и славы. МЧС информирует, что сегодня и завтра, послезавтра местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах скот сели малого объема. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии свою работу начал волонтерский штаб волонтеры Конституции. Как мы говорили ранее, в Черкесске и в других муниципальных районах республики будет вестись работа по информированию населения о вносимых поправках. Подробности в нашем репортаже. 15 июня волонтерский корпус волонтеры Конституции начал свою деятельность. Работа корпуса направлена на информационное освещение вносимых изменений в Конституцию Российской Федерации, которая была утверждена в 1993 году. С сегодняшнего дня на 11 объектах города Черкеска, а также дополнительных еще 8 объектах по республике начинают работу свою информационные точки волонтеры Конституции. У нас есть несколько очень важных направлений, одно из которых это информирование населения о том, что 1 июля состоится голосование на избирательных участках, а также о том, какие же поправки в Конституцию у нас вносятся. На информационных точках будут работать волонтеры штаба. Для всех желающих они будут рассказывать о главных вносимых поправках в Конституцию. Также граждане могут получить информационные флаера, где подробно рассказано о каждой поправке. Волонтеры Конституции уверены, что поправки важны и имеют большое значение для дальнейшего развития нашей страны. На данный момент создается история нашего государства. Мы, волонтеры, хотели внести свой вклад, а также стать частью истории нашего государства. В чем заключается задача волонтера? Да, задача волонтера, наша работа заключается в информировании населения о том, что 1 июля будут проходить выборы Конституции, а также куда и с чем приходить на выборы. Мы информируем людей, какие именно поправки будут вноситься в нашу Конституцию. Работа информационных точек продлится до 1 июля включительно. Также с 24 июня начнется процесс голосования на дому для пожилых и маломобильных граждан. Все будет проходить в соблюдении всех мер защиты. У нас волонтерский состав разбился на две группы. Одна из них занимается информационной работой на данных точках, другие занимаются обзвоном людей через приложение «Мы вместе» для того, чтобы упростить процедуру голосования для тех, кто не может прийти на избирательный участок. Подробнее о предлагаемых поправках вы можете узнать на официальном государственном веб-ресурсе «Конституция-2020.рф». С 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Проголосовать можно будет быстро и безопасно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В Карачаево-Черкесии активно ведется подготовка к проведению общероссийского голосования. Главный приоритет – безопасность жизни и здоровья граждан. Для этого будут приняты все необходимые меры. Представители общественных организаций отмечают, что гражданам дается редкая и очень важная миссия – принять участие в утверждении необходимых поправок в важном законодательном документе страны. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, для всех людей голосование будет абсолютно безопасным. «Мне во время голосования надо себя беречь, во-первых. И хорошо, что вот такое безопасное голосование позволяет, значит, не спеша идти, прийти, обдуманно голосовать. Не просто там прийти, отметиться, там кинул, ушел. Ты, как человек, как гражданин, выпадает тебе такая удача, что ты можешь принять участие в этом деле со своим мнением. Надо приходить, голосовать, но при этом не забывать, что здоровье – это важно. Досрочно желательно идти, когда людей мало, когда это самое. Ну, а если уже люди будут, извините, тогда маска надо приходить обязательно. Обязательно надо не забыть, там, перчатки одеть. Ну, так, чтобы обезопасить себя, во-первых. Обезопасить себя, обезопасить уже и других. Поэтому это надо, это важный момент, это надо знать, конечно. И экономические вести. Жители Карачаева-Черкесии открыли около 3000 индивидуальных инвестиционных счетов. Такие данные приводит Московская биржа, и в целом в СКФО популярность инвестиций растет. Однако вложения в финансовые активы, несмотря на всю свою привлекательность, несут с собой и определенные риски. В первую очередь они связаны с отсутствием гарантии получения дохода, подчеркнула Эльвера Татаркулова, заместитель управляющего отделения Национального банка Карачаева-Черкесии. Помимо дохода от операции с ценными бумагами, инвестор может получить инвестиционный вычет по налогу на доходы физических лиц в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей. И получается возврат до 52 тысяч рублей в год. Завтра свой профессиональный праздник отметят кинологическое подразделение Росгвардии. Наша съемочная группа посетила кинологическую группу Росгвардии по Карачаевой-Черкесии. О бойцах особого назначения и их четвероногих напарниках Мадина Каракетова. Это при милые создании с не менее милой кличкой Мася спец по поиску и обнаружению взрывчатых веществ. И чтобы не терять навыка, Мася каждый день усердно тренируется. Она безошибочно угадывает взрывчатку, в каком бы месте та не находилась. В этом деле Мася настоящий ас. Но Мася оказывает честь своему более молодому сородичу, немецкой гладкошерстной легавой Курту, предоставив ему возможность блеснуть своими навыками перед телезрителями. Мася немецкая овчарка, как и большинство служебных собак, а их в кинологической группе Росгвардии по Карачаевой-Черкесии шесть. Кинолог Джамау рассказывает, что эта порода универсальная. Немецких овчарок можно одинаково успешно использовать и в минно-розыскной работе, и при задержании преступника. А в качестве главных характеристик своего четвероногого напарника Мася Джамал называет силу, храбрость, преданность и доброжелательность. Она не кусается вообще, то есть работать, допустим, где массовое скопление людей, то есть с ней удобнее и легче, так как она на других людей не агрессирует. В кинологическую группу Росгвардии по Карачаевой-Черкесии Джамал пришел два года назад. Признается, что это его призвание, любовь и интерес к собакам с детства. Собаки тонко чувствуют отношение к себе, говорит начальник кинологической службы Росгвардии по Карачаевой-Черкесии Артем Бутников, который дрессировкой собак занимается с 14 лет. Увлечение привело Артема в Досавский кружок собаководства, далее кинологическое отделение Пермского военного института, потом полицейский кинолог. И вот уже три года Артем возглавляет кинологическую группу Росгвардии Карачаевой-Черкесии. В профессии он уже 15 лет. Проработав с разными породами собак и изучив их особенности, Артем остановил свой выбор на немецких гладкошерстных легавых, как легко обучаемых, с устойчивой психикой и очень умных. Их здесь две. Напарника Артема – годовалый курт. Собака хоть и молодая, но уже считается одной из лучших в службе. Кроме того, добрейший душепес. И по признанию Артема, с ним можно смело проводить минно-розыскные мероприятия, не опасаясь, что кто-то им может быть коварно укушен. Собаки данной породы, в принципе, как и все охотничьи собаки, приучены работать на большом, на достаточном расстоянии от человека и без команд большей частью работают. Что и нужно для минно-розыскной собаки. Отправил на поиск, и уже собака сама корректирует свои действия. В работе с собаками нужны специалисты достаточно высокого уровня, считает Артем Бутников. Их питомцы действуют в составе боевых групп ОМОН в случае применения инженерных подразделений при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия, а также для обследования мест массового скопления граждан, обследований маршрутов при выдвижении войск и даже при прибытии первых лиц государства в наш регион. У каждой собаки мы вырабатываем какое-то определенное сигнальное поведение при обнаружении искомого запаха. Это может быть обозначение посадкой, укладкой. Главное, чтобы кинолог понял, что собака ему сигнализирует. У каждого кинолога свой напарник, поскольку каждая собака доверяет и слушается только своего хозяина. Собаки, как и люди, имеют каждый свой индивидуальный характер. И очень важно подобрать к сердцу четвероногого ключ. И дело не только в полонных мисках. К каждой собаке надо подбирать свой подход. Какая-то собака позволяет с ней более жестко обращаться. И, например, крупные кобели немецких обчарок, если будешь давать много слабины, он будет считать, что он более главный в вашей паре человек-собака. В день служебную собаку дрессируют по 3-4 часа. Кормят кормами премиум-класса в строгом соответствии со стандартами. Срок службы для собак крупных пород, например, немецких овчарок, от 8 до 10 лет. В некоторых случаях и до 12 лет. Ну и вопрос, который очень нас мучил. Неужели потом пенсионеров усыпляют? Собаки на пенсию у нас практикуются, что кинолог, который занимался данной собакой, забирает вопросы домой. Собака передается в добрые руки. Четвероногий напарник становится полноправным членом семьи и всеобщим любимцем. По словам Артема, это самый лучший пример дружбы человека и собаки. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Станислав Полянский. Вести Карачаева Черкесия. А сейчас полезные вести. В этом году дачники Карачаева Черкесии жалуются на небывалое нашествие тли. Она буквально повсюду. На плодовых деревьях, кустарниках, цветах. За сезон эти насекомые могут нанести серьезный ущерб как самим растениям, так и урожаю. Поэтому против вредителей применяют целый комплекс средств. Однако не все из них безопасны для растений и человека. Сегодня многие дачники выбирают экологичные методы. Дешево, безопасно и эффективно. Ольга Савенко узнавала, как истребить вредных насекомых и собрать богатый урожай. В настоящее время известно более 4000 видов тли. Эта насекомая с неумеренным аппетитом переносит опасные вирусы и провоцирует развитие аномалий у растений. Молодые побеги замедляют рост, снижается плодообразование, растения чахнут и погибают. Если обрабатывать их агрессивными химическими средствами, то можно повредить нежные побеги. Поэтому лучше обратиться к проверенным временем, народным методам. Именно так и поступает Виктор Жогин, опытный садовод-любитель. За десятки лет он перепробовал многие способы борьбы с различными вредителями. Убежден, настойка, приготовленная у себя на даче, ничуть не хуже средств, которые продаются в магазинах. Вот и для борьбы с тлей есть собственный рецепт. Берем сыворотку, добавляем туда спирт, аммиак, по 2 столовых ложки настойки куркумы и нашатырного спирта, листья ореха, чистотел, по 10 капель йода, любых эфирных масел и обязательно раствор хозяйственного мыла. Можно сделать еще папоротник, листья папоротника. И получится вот такая жидкость. Но всего нужно ее 2 столовых ложки на 10 литров воды. Процеживаем в раствор, наливаем в ведро и опрыскиваем поврежденные деревья. Лучше всего это делать или рано утром, или вечером, без бедренной погоды. Обычно для уничтожения тлей хватает нескольких обработок. Так как растворы экологичны, меры предосторожности не нужны. Можно не верить в эффективность тех средств, которые приготовлены в домашних условиях. Однако опыт наших предков, многолетние наблюдения Виктора Николаевича показывают, что они не менее эффективны, чем те средства, которые продаются в магазинах. Кроме того, это очень безопасно. Подошел к дереву, сорвал черешню и съел. Будьте здоровы! Ольга Савенко, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова